В этот раз совсем крохотный рассказ о мосте. Это мост Теодор Хойс Брюке, ну или мост имени Теодора Хойса, по которому я каждый день езжу на работу и обратно. Дело в том, что живу я в одной земле, которая называется Райланд Фальц, а фирма, в которой я работаю, находится в другой, которая называется Баден Вюртенберг. Звучит это, конечно, так грозно, а на самом-то деле это за рекой. Да-да, на одном берегу наш Райланд Фальц, на другом, так сказать, за границей Баден Вюртенберг. У нас тут такой перегресток миров. Смыкаются три земли. Наша Райланд Фальц, Баден Вюртенберг и Хессен. Поэтому для перехода из одной земли в другую порой достаточно перейти реку. Конечно, эта смычка находится не совсем здесь, но Хессен тут рядом. Короче говоря, чтобы мне попасть на работу, хочу я этого или нет, но пользоваться мостом, вернее мостами, подходящих мне тут три, приходится. Ибо Рейн хоть и не Днепр, до середины которого, как известно, не каждая птица долетит, но все же река судоходная, а стало быть, вброд как-то не очень, не сиганешь. Так вот, две земли, а заодно и два берега соединяет мост, названный в честь первого президента ФРГ Теодора Хойза. Правда, иногда неофициально его мост называют Франкентальско-Рейнский мост. Через мост проходит федеральная трасса А-6, ну или по-нашему, по-немецки, 6-й Аутобан, вернее, Аутобан А-Зекс. Трасса проходит по мосту на 565 и 566 километре своей протяженности. Если от истоков Рейна спуститься по течению на 432 километра, то к северу от городов Манхайм и Людвигсхафен и будет находиться этот мост. Относительно уровня моря мост лежит на высоте 108 метров, а высота проезжей части над уровнем Рейна составляет 22 метра. Я имею в виду то время, когда Рейн находится в обычном состоянии, в родных берегах, так сказать, а не в период паводка. Общая длина моста 880 метров, а длина металлических балочных секций, которые проходят непосредственно над рекой, составляет 147 и 161 метр. По проезжей части моста, как я уже сказал, проходит автобан, состоящий из четырех полос, по две полосы в каждом направлении. А в самой середине – проход для пешеходов и велосипедистов. Общая ширина моста в части, которая непосредственно находится над водой, составляет 25,2 метра. Немного истории. Строительство моста началось в 1938 году под руководством архитектора Фридриха Тампсена. В строительстве моста также принимал активное участие рейхс-министр вооружений и боеприпасов Альберт Шпеер, которого называли личным архитектором Гитлера. Что уже само по себе говорит о важности и необходимости этого сооружения. На то время силовая часть, проходящая непосредственно над Рейном, по длиннее ширине была рекордной для... ...балочных мостов с полностенными балками снизу. Честно скажу, последнюю фразу вычитал в Википедии и, в общем-то, даже не понимая, что я сейчас сказал. Но какими бы именитыми не были архитекторы, какими бы квалифицированными не были рабочие, а на любую старуху может случиться проруха. И 12 декабря 1940 года какой-то там важный хомут лопнул. В общем, часть конструкции еще не до строенного моста рухнула, погибло 30 рабочих. Ну, а тут еще и война. Правда, пока еще только на горизонте, до войны еще год. Но на бытовуху ни времени, ни денег уже не хватало. В результате строительство моста было приостановлено на неопределенное время. Мост простоял в таком состоянии до 1948 года. Но уже через два года после возобновления строительства, а точнее 9 сентября 1950 года, федеральный министр Ханс-Кристоф Зейбум торжественно открыл первые две полосы для движения. И буквально несколько дней спустя мост посетил тот, чье имя он носит до сих пор. Теодор Хойс – первый бундеспрезидент Германии. Завершено строительство всех четырех полос автобана было только в 1964 году. Всего от начала строительства до его завершения прошло 26 лет. Я уже говорил, что пользуюсь сим-мостом каждый день. Но, сами понимаете, рассмотреть его из окна автомобиля довольно проблематично. Если не сказать, вообще невозможно. Но частенько, когда я проезжаю по нему, меня терзает страстное желание узнать, что же у него там внутри. И вот я наконец-то собрался, о чем и докладываю. Осмотр начнем не непосредственно от подножья моста. Подъехать туда просто нет возможности. То есть, теоретическая возможность, конечно же, есть, но практически проезд туда запрещен. А вот пешком всегда пожалуйста. От этого места до непосредственно моста приблизительно чуть меньше километра. А в данном месте находится часть очистных сооружений завода БСФ. Ну, о нем я чуть позже. А вот очистные сооружения это нечто. Сам по себе БСФ это химический концерн. И он, естественно, в своем производстве употребляет много воды. Недаром же он находится на берегу Рейна. Однако его очистные сооружения настолько хороши, что вода, сбрасываемая в реку, намного чище, чем поступающая из реки. За этим очень сильно следят, так как любое самое незначительное нарушение экологических норм приводит к огромным штрафам, которые БСФ должна будет выплатить государству. Здесь, грубо говоря, начинается мост. Хотя, по сути, мостом эта часть еще не является. Но именно в этой части происходит подъем аутобана на уровень моста. Ведь что, само собой разумеется, мост стоит гораздо выше постоянного уровня реки, так как рейн периодически разливается довольно сильно. Вот с учетом подъема воды и установлена высота моста. Видите? Асфальт здесь есть, но он весьма запущен. Здесь машин практически не бывает. Хотя, если судить по следам, все-таки иногда они появляются. Но, думаю, это, скорее всего, служебные машины. Мост ведь тоже требует постоянного ухода и контроля. Опять же, вон на этих полях сельхозтехники нужно работать. О, видите? Следы копыт. И гужевой транспорт не чушь местным жителям. Ну, конечно, это никакой не гужевой транспорт. Это и любители верховой езды тут проезжали. А вот здесь строят дорогу. Интересно, куда? А, наверное, здесь будет улица. Или какой-нибудь жилой район. Но все равно улица. Какой любопытный бункер. Не, не, Серега, выкинь это из головы. Нет, 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 туда не полезу. А это подвод воды к полям, чтобы их поливать. Ну, пока, конечно, нет ни тракторов, ни поливочных машин и тому подобное. А вот гуляющие есть. Так, мы подходим к началу моста. За деревьями, ну, теми, что справа, уже пойма Рейна. Сейчас там, конечно же, воды нет, не время еще, но частенько все это место заливается. Правда, до этого места вода доходит крайне редко, а вот до деревьев или даже слегка дальше, частенько. О, как видите, есть не только ходящий, но и ездящий. А вот он сам мост. Вся эта часть, сложенная из песчаника, кстати, построена еще в 1938 году. Так и стоит с тех пор. А это таблички с направлениями для пешеходов и велосипедистов. Типа, направо поедешь, коня потеряешь, налево поедешь. Ну, в данном случае, это, сюда поедешь в город Ворумс попадешь, а сюда в Зандхофен. Это часть города Манхайм, ну, типа черемушки. И указано расстояние в километрах. У нас существует развитая сеть велосипедных дорожек, по которым практически можно ездить по всей Германии. Они совсем не обязательно идут параллельно с автомобильными. Даже я скажу, скорее они чаще не соприкасаются с автомобильными дорогами. Можно, например, вот так, вдоль Рейна. Ну да бог с ними, с дорожками, давайте о мосте. Итак, как я говорил раньше, по мосту, там наверху, проходят четыре полосы автобана. Ну, а кроме этого, есть еще отдельная. Отдельная и отделенная от автобана полоса для пешеходов и велосипедистов. Она проходит точно посередине моста и огорожена. Впрочем, сами увидите. Пойдемте-ка вовнутрь. Как видите, эта часть сооружения выполнена в традиционном для того времени так называемом имперском стиле. Арочные своды, широкие лестницы и тому подобные атрибуты. Подогнано все, как это водится у немцев, крайне точно. А размалевано все уже беспутными потомками, которые таким образом пытаются о себе заявить. А фактически расписываются в своем идиотизме. Ночью, естественно, здесь все подсвечивается, чтобы люди в потьмах ничего себе не переломали. А вот эта лестница ведет уже на самый верх. Конечно, перила и вон те же лобки по краям, для того, чтобы было удобно тащить велосипед наверх, добавлены намного позже. Но все остальное – это оригинальная постройка. То есть, уже в то время здесь думали о людях безлошадных. И вот, наконец, мы уже на самом верху, на пешеходном переходе. Прямо вот так вот, по прямой можно попасть на другую сторону Рейна, а значит, и в другую землю – Бадну-Вюртенберг. С обоих сторон переход защищен от машин бетонными ограждениями и оснащен ливневой канализацией. И это практически все, что можно сказать об этом месте. С одной стороны, таки бетонные ограждения надежно защищают переход от всех неприятностей со стороны автована. Например, от аварийных ситуаций. Но с другой стороны, они закрывают вид на реку. А жаль. Хотя, еще с одной стороны, они затрудняют всяким идиотам совершать их идиотские поступки. Например, прыгать. Хотя, конечно, идиотам сложно что-то запретить, но, тем не менее, это им усложняет их идиотскую жизнь. Зато можно вот так поверх перил увидеть тот самый БСФ – Бадиши Анилинун Зода Фабрик. В переводе с немецкого – Баднский Анилиновый и Содовый Завод. Это огромное предприятие. Вернее, огромный химический концерн. Да что там огромный? Это ни много ни мало самый большой в мире химический концерн. Его части разбросаны по 390 объектам, которые находятся в 80 странах мира. На нем работают свыше 117 тысяч сотрудников, рабочих, инженеров и даже ученых. Его биржевая стоимость в 2018 году составила 95 миллиардов американских долларов. А годовой оборот в 2019 году – 59,3 миллиарда долларов. В это время он выглядит довольно невзрачно. Но когда едешь по мосту ночью, то БСФ представляет собой довольно величественное зрелище. Представьте себе довольно большой город, весь в огнях. Плюс такие индустриальные украшения, типа труб с дымом и иногда даже с факелом. А основана компания была аж в 1865 году. Но это сейчас она такая блистательная компания. Без продуктов которой не обходится, пожалуй, ни одно предприятие в мире. В той или иной степени все пользуются продуктами БСФ. А вот во время Второй мировой войны эта компания, тогда еще просто химическая компания, а не концерн с мировым именем, тогда она называлась Иге Фарбен, замаралась по самые уши. Тут и рабский труд контингента концлагерей, и газ-циклон для лагерей смерти. Короче, обгадились по полной. До того по полной, что после окончания Второй мировой войны ее распустили и просто уничтожили. То есть закрыли. Ну а спустя некоторое время появилась компания БСФ. В общем-то на основании Иге Фарбен, которая и выросла в этого гиганта. Ну вот. Хотел о масте, а развел о БСФ. Впрочем, о масте я практически все рассказал. Так что пока. Субтитры создавал DimaTorzok